Хорошего Питера! Хорошего Питера! Хорошего Питера! Так, ребята, хочу с вами поделиться своим новым, я бы так сказал, изобретением. Ну, я обычно люблю экспериментировать в еде, что-то новенькое. В общем, я решил, ну, опять же, на ночь глядя, приготовить себе, ну, такой, я бы не сказал, что это омлет, потому что в омлет добавляется молоко, а здесь у меня такая овощная яичница. Значит, что я сделал? Вот в такую маленькую мисочку, вот в такую, я нарезал маслины, которые у меня были в холодильнике, остатки красного перца и помидоры, черри. Все это нарезал, сверху выбросил туда, вылил 3 яйца, посолил, перемешал, вылил это на сковородку. Сейчас это дело все у меня пропечется, единственное, что я закрою сверху крышкой, чтобы верх тоже пропекся. И, если кто любит, можно еще сверху посыпать зеленью, или там майонезу сверху налить, или сыра накрошить, чтобы он растаял. И вполне вкусно, аппетитно, сытно. Готовьте, кто хочет, пожалуйста, очень-очень вкусно. Ребята, всем приятного аппетита! Доброе-доброе-доброе утро всем! Всем, кто пришел на мой канал, подписчикам, моим зрителям, гостям моего канала, всем большой, огромный привет! Сегодня обещали бездождливую, теплую погоду, но пока я чего-то этого не замечаю. И вообще сегодня что-то я заметил, все так носятся, прям ездят так быстро. Сейчас мужчина пролетел по дороге со скоростью, наверное, 130 км в час. Ужас! На дорогах так ездить. Я вчера посмотрел очень интересное видео о Людмиле Белолипской. Это гонщица, папина знакомая, с которой они вместе занимались гонками. И она вчера рассказывала про свою жизнь и как она, ну вообще, истории, свои истории из жизни, когда она занималась гонками. Ребята, это так интересно! Плюс я еще вчера нашел дедушкина в интернете зачетные листы, в каких местах, в какие места он занимал. Ну, мой дедушка мастер спорта по автогонкам. И вообще, ребята, если вам интересно, как я пришел к тому, чтобы водить машину, в какое время я сдавал на права, как я сдавал, если вам все это интересно, я могу отдельно на это снять ролик. Если хотите, напишите. Давайте закроем окно, потому что, во-первых, холодно и не слышно. В общем, короче, если вам будет интересно, напишите, я сниму отдельное видео вообще, ну, про все про это. И мне вчера было очень интересно это послушать. И вот она всегда говорит, что... Ой, машинку жалко разбили. И вот она всегда говорит, слушайте, ему и вперед, и в зад въехали. О-о-о, ну, наверное, не виноват был, раз ему, наверное, стоял где-нибудь. В общем, короче говоря, она всегда говорила, что... И вот я это запомнил навсегда, что ты гонщик только на специально отведенном месте. Вот трек, да, или раллиная какая-то часть. Вот там ты гонщик, а на дорогах общего пользования ты водитель. И ты не должен это показывать. И когда я вижу вот этих вот недогонщиков, которые там со старта начинают, или там всех подрезают, или где-то начинают показывать свой мастер-класс, на дорогах этого делать нельзя. И я этого никогда не делал. Хотя я тоже могу, но на дорогах я этого никогда не делаю. Вот пустите меня куда-то, да, вот в специально отведенное место. Я покатаюсь от души, но здесь нет. Поэтому, ребята, и почему меня многие спрашивали, если твои родные дедушка, папа были мастера спорта по гонкам, почему ты не пошел по этой стезе, будем так говорить? Я вот это, если вам интересно, все в отдельном ролике запишу и расскажу. Так что такие, ребята, запах на балконе у нас капусты. Смотрите, у нас, во-первых, здесь компот из брусники и яблок. И мама у меня солит капусту. Не всегда мы это делаем, но вот мы ездили, когда за капустой, у меня во влоге есть, когда мы ездили в ряды, вот она сделала капусту, и посмотрите, уже сколько осталось. Потому что очень вкусно, хочется ее есть. Я не знаю, доживет ли она до Нового года. И племяшек приходил, мы маме дали. Ну, я надеюсь, что до Нового года живет. Вообще, вот многие говорят, да, что пошел там капусты, захотел, купил, поел, наелся и все. Ну, гораздо приятнее, ребята, когда капустка своя. Вот когда капустка своя, мне кажется, это более приятнее, нежели чем вот есть вот. Так что, ребята, вот такие дела. Надо было бы на балконе тоже окошечко помыть, что-то какое-то оно грязное. Что еще? Надо бы разобрать свой диван. Ибо то место, где я сплю, оно нет, оно не отвалилось. Просто там я делал, хотя, в принципе, не знаю, я, по-моему, только зацепил за шуруп, который я туда ворачивал. Почему-то стало жестко скрипеть. Вообще, мне этот диван, конечно, мозг поимел очень сильно. Но новый диван я покупать не собираюсь, потому что этот, в принципе, нормальный. Единственное, что надо вот... Ну, вообще, по идее, надо полностью его весь разбирать, вот эту часть, на которой лежанку, и полностью эту каленую смыть переделывать. Но это очень много заморочек, и надо думать, что делать. И менять каленую змею на металлическую. Уверен, она и так металлическая. Я имею в виду вот эти крепления этой каленой змеи. Ну, не знаю, в общем, ладно. Стоят там, видите, Москвич и Жигули. Я думаю, что скоро добавится туда еще один ретро-автомобиль, ибо нас через две недели выгоняют с гаража. Человек там будет делать себе ремонт уже. Поэтому в субботу обязательно надо постараться поставить машину. Ну, хотя бы, чтобы она заводилась, чтобы была возможность на ней двигаться. Если не получится, то, значит, шо ж ты не пропускаешь-то, Дима? Дима! Это поехал папин ученик. Он сейчас занимается, у него свой автосервис. Я как-то чинил у него машину, но в один прекрасный момент произошла одна не очень хорошая вещь с его стороны, и я больше к нему не езжу. Вот. И папе я сказал, чтобы лучше туда больше не ездить. Ну, не буду говорить, что, но не очень хорошо он со мной поступил. Вот. Ну, и, в общем, короче говоря, о чем я говорил? Господи, уже забыл. А, и вот, значит, надо машину поставить на ход. Но если не получится, придется вызывать эвакуатора, куда-то везти. В гараже стоит копейка. Кстати, вчера мне писали по поводу копейки. Интересовались. Сразу сходу не глядя, он сказал, я предлагаю тебе 50 тысяч. Я говорю, ну, а как так? Ты никогда машину не видел, да? И ты предлагаешь мне 50 тысяч, но это нереально. Так что, вот, ладно, ребята, все, я пошел собираться. Завтракать. Вам всем желаю хорошего, продуктивного дня. Думаю, что бы сегодня поесть на завтрак. Ибо одна и та же еда надоедает. Яйца, яичница, там еще что-то. Омлет бывает, что... Ну, очень часто ты ешь яйца, хотя говорят, что это полезно. Но, знаете, я сразу вспоминаю. Утром омлет. Омлет. В обед омлет. Вечером омлет. Ночью яичница. Я так скоро закудахтаю. Вот, примерно то же самое. Поэтому я решил сегодня себе вот с молоком сделать шарики. У меня еще шарики остались. И еще, по-моему... А, вот еще целая пачка шариков у меня там есть. Так что, вот, хочу шарики уже давно не ел. Вот, так что с шариками. Это моя... Смотрите, кстати, у меня зарядка. Очень печалька с ней произошла. Вот здесь вот немножко она... Не знаю почему, вылезли эти самые... Как они? Провода. Мне пришлось замотать. Так что все, зарядка оригинальная. Прощай. Надо будет новую зарядку покупать. Потому что потом, если я соберусь телефон продавать, надо будет зарядку менять. С такой зарядкой никто не купит. Это раз. Во-вторых, ну надо, вот, и защитное стекло. Вот мне скоро должно прийти с Алиэкспресс. Поменяю. Но телефон я буду продавать только в следующем году. Ибо Samsung, который я хочу, выйдет 7 марта. Вообще, на следующий год у меня намечены аж два телефона, которые, ну, должны выйти. Но Samsung точно презентация 7 марта. Это бюджетник. Он недорогой будет. У него 6000 мАч. И камера. Очень хорошая будет камера. Вот. И iPhone SE 2. Ну, вот по iPhone SE 2 пока неизвестно. Но на презентации в марте вроде как обещают, что вроде как выйдет этот телефон. Но опять же, сколько он будет стоить, это раз. А во-вторых, мой iPhone 5, он сейчас, в принципе, уже не котируется. Он уже не ценится. Поэтому его даже за копейки не продашь. Вот. Но это уже будет на следующий год. Я уже буду этим заниматься, когда время придёт. Но всё-таки хочется мне сменить уже телефоны. И уже на этом всё. Потому что памяти нет. Камера неплохая. Но всё равно, хотелось бы лучше. И вот мне самое главное – это милиамперы. Чтобы телефон можно было как можно меньше заряжать. И тогда вот всё. Ну, до следующего года дождёмся. Посмотрим, что будет. Айфоны вот эти навороченные мне не нужны. Самсунги навороченные по 50 тысяч. Нет. Мне самый простой, потому что я могу телефоны уронить и всё, что угодно. Поэтому простые обывательские телефоны, но с минимальным набором необходимых мне функций. Ну что, будем ждать марс. Посмотрим, что нам скажут. Всё. Я буду завтракать. Покажу вам цветок, который стоит в большой комнате. Посмотрите, какой он. Он уже в стороны не растёт. Он растёт только вверх. Слушайте, дома никого нету. Так удивительно. А оказалось, что с племяшкой в травме. У неё разболелась нога. Она подвернула ногу ещё где-то неделю назад. Но делая примочки и прочее, всё у неё прошло. Она дальше пошла заниматься скалолазанием. Хотя я ей говорил, что давай-ка ты повременишь с этим делом. Ну вот, в итоге сегодня у неё, вот из школы у неё нога. И пришлось вот идти в травму. Сейчас делают рентген. Не знаю, что там скажут. Вот я всегда говорю, ну надо было полежать, отдохнуть. Не напрягать ногу. Нет, только всё прошло. А она ещё с этой больной ногой поехала в воскресенье на соревнования. Там, естественно, это ж такое дело серьёзное. Вот, не знаю, вот придут, потом скажут, что как. Мне, знаете, это напомнило по поводу травмы. Недавно смотрел видео у Максима Галкина. Он рассказывал о том, как он пошёл в бесплатную поликлинику. Он говорит, ну мне же положены бесплатные врачи, ну бесплатная медицина, что же я тебе всё плачу-то. А у него проблемы со зрением. И он пошёл к окулисту. Значит, ему там закапали атропин. А кто знает, кому атропин капали, что, ну когда тебе капают атропин, и мне тоже его как-то капали. Ты идёшь, у тебя такая вот пелена в глазах, и ты ничего не видишь. И, в общем, она его закапала атропин. Медсестра говорит, идите, идите к врачу. И он, значит, пошёл к врачу. А у нас такие больницы, что только в России травматология всегда находится на пятом этаже. И ты вот с больной ногой поднимаешься на этот пятый этаж, приходишь к врачу, он тебе говорит, это перелом. А ты думаешь, господи, а то я не знал. Дай он, на рентген. И ты спускаешься, значит, на копчике вниз на рентген, который находится внизу. Или там наоборот. Ну, неважно. Вот. И, в общем, короче говоря, значит, он приходит к врачу и перепутал. Вместо окулиста он зашёл к хирургу. А он говорит, а я ещё вижу, что нет вот этой таблички ШБМНК, ОЁПРСТ. Значит, и там сидит врач, который что-то пишет. Причём, знаете, они пишут вот так вот это. Что они вот это вот выводят? Когда рецепт или что-то пишут тебе, вот у кого есть на руках, или кто-то видел свою медкнижку. Ну, сейчас уже электронные медкнижки. Ну, вот когда были такие. И вот он это все пишет, что это вообще? Откуда этот шрифт? Или вот когда он тебе рецепт выписывает, ты приходишь в аптеку. Они говорят, а, понятно, как они это определяют? И он, значит, заходит и говорит, а он не видит, что там галки. И он говорит, доктор, у меня глаза болят. А он, это от ног. Он говорит, от каких ног? От ваших. Вы по земле ходите, земля на ноги давит, поэтому у вас глаза болят. Вот такая наша вот, вспомнилась мне такой фрагмент. Поэтому, не знаю, ладно, сейчас придут, узнаем, что там с рентгеном. Дай бог, чтобы ничего серьезного не было. Ну, вот надо было, конечно, отдохнуть. Ну, вот так, ладно. Я сейчас хочу, не знаю, либо сейчас схожу, либо завтра. Наверное, сейчас схожу, узнаю по поводу медсправочки. Сколько стоит медсправка, ибо на следующей неделе у меня уже заканчивается водительская. Без него ездить нельзя. Ну, вот так что. Сейчас, наверное, поем и схожу, узнаю. Ребята, вот сеть медицинских центров Медикум. Куда мы с вами идем? Сейчас я туда зайду и узнаю, делают ли там медицинские справки для, ну, водительской комиссии, и сколько это все стоит. Сейчас зайдем и узнаем. Так, посмотрим в комиссии санклижки. Проще, проще. В общем, короче говоря, ребят, узнал я все. Очередной лохотрон. Разводят людей. В общем, на официальном сайте у них написано, что стоимость медсправки стоит 600 рублей. Думаю, ну, 600 рублей, рядышком, чего бы не сходить. В итоге стоимость справки 3400. Тысяча рублей сама справка. И еще нарколог-психолог 2400. 2400. Итого получается 2400 плюс 1000, 3400. Мало того, мне сам этот медицинский центр, опять в Петроэлектросбытие очередь, господи, ну, не знаю, я никогда в Петроэлектросбытие очередь не стою. Я прихожу тогда, когда нет народу. В общем, короче говоря, мне этот медицинский центр сам лично не понравился. Не знаю, почему. Там такой стоит запах. Вообще, раньше вместо этого медицинского центра был бар. Мы туда с друзьями ходили, извините, пить пиво. А сейчас там делать медицинские услуги. Но это не так важно. А важно то, что там стоит какой-то ужасный, жуткий запах такой, непонятно чего. Вот. Очень много народу. И что-то как-то, ребята, ну, не знаю, не понравилось мне там. Поэтому приду домой и буду смотреть по возможности, где еще можно сделать водительскую медсправку. Вот. И где она будет стоить подешевле. Так что вот. А сейчас я иду, позвонила мама, попросила дойти до магазина, помочь с инками. У нее тоже что-то нога разболелась. Господи, что-то все ноги разболелись. Так что вот. Ладно, приду сейчас домой, посмотрю, где подешевле. Ребята, кто у меня спрашивал, что вы не знаете, что такое кичунес? Вот, смотрите, для меня тоже было удивление, что теперь продают прямо в упаковках. Готовый кичунес. Это майонез, перемешанный с кетчупом. Вот так он называется. Кичунес соус Heinz. Богатый, изысканный вкус. 49 рублей на акции. Но проще замешать самому. Вот так. Так, ребята, пришла соседка. Принесла квитанцию. И вы представляете, нам насчитали за отопление, которого у нас не было целый месяц. Сейчас пойду возьму квитанцию свою. Вот я полчаса назад был, не было ничего. Только сейчас, видимо, принесли. И посмотрю, насчитали нам что-нибудь или нет. Ребята, поздравляю. За отопление нам насчитали 252 рубля. Отопление нам включили 30 числа в 11 часов вечера. Было 30 дней в месяц. Так что сейчас буду звонить и узнавать. Опять бодаться. Опять бодаться. Ну что, ребята. В общем, дозвонились мы до нашей управляющей компании. Выяснили, в чем причина. Ну, в общем, короче говоря, нас опять на Е. Сказали, что нужно приходить в управляющую компанию и писать заявление на перерасчет. Почему я должен каждый раз туда ходить? Почему я должен писать какие-то заявления на перерасчет? Я хочу, чтобы мне, в принципе, никаких лишних начислений никто вообще не прибавлял. Тем более, что у меня мама ходила вот в конце месяца с заявлением от всех жильцов, у которых не было отопления, где четко, ясно, ясным по белому написано, что просим вас в следующем месяце не начислять нам платежи за отопление ввиду того, что у нас этого отопления просто-напросто не было. И просим вызвать сантехника, чтобы он зафиксировал, что у нас нет тепла. В итоге нам сказали хорошо. И в этот же день вечером с 30 на 1 нам подключают отопление. И что мы видим? Мы видим в квитанции. Пусть это небольшая сумма, но все равно я ее дарить им не собираюсь. Поэтому сегодня мы составим заявление, соседка снизу уже составила. Завтра пойдем в доверие, будем в бухгалтерию отдавать документы, опять 10 дней на рассмотрение. В общем, срок уплаты позволяет, поэтому я пока ничего вот сказал, что платить пока ничего не надо, пускай нам делают перерасчет. Потому что им дарить это нафиг не надо. Сегодня нужно было за племяшком идти, но мама сейчас его позвонила, сказала, что она отпросилась, пошла сама, потому что там у них сегодня медкомиссия, все врачи они обходят. И она говорит, я хочу сама там присутствовать при этом, поэтому вот так. По поводу медсправок очень все сложно. Я думаю, что это гораздо проще. Оказывается, надо психонарка делать отдельно, либо идти в ту фирму, у которой есть психонарка, но это стоит в два раза дороже. Но есть у меня одна такая мысль, как это сделать. В общем, завтра, если все получится, я тогда непосредственно расскажу. Если нет, значит нет. Не знаю пока, посмотрим. И поеду, наверное, в МФЦ. Не поеду я в ГАИ, там намного дороже. Несмотря на то, что госпошлина везде одинаковая, там она почему-то дороже. Почему, непонятно. Так что вот, ладно, завтра буду этим вопросом разбираться, сегодня уже не буду. Так что вот так, ребята, все, на сегодня все. Я сегодняшний свой день заканчиваю. Вам желаю-ка всегда всего самого хорошего. Чтобы у вас было поменьше заморочек в этом плане. И всех благ. Все, ребята, всем пока-пока.